Всем привет, подписчики и зрители канала! Этот видеоролик можно не смотреть, меня можно просто слушать фоном, да и вообще не обязательно на меня смотреть, ничего нового вы здесь не увидите. Наконец-то один из моих подписчиков меня услышал, услышал то, что я говорю в конце каждого видео, это оставляйте комментарии, задавайте вопросы, если будет что-то интересное, я сделаю по этому ролик. Так, тема, которую я сегодня подниму вместе с моим зрителем, мной до этого не была освещена, но тем не менее она касается опосредованно Computer Universe, напрямую касается Почты России и напрямую же касается и таможни. Наверное, вообще она будет связана с покупками из зарубежных магазинов в общем. Предлагаю не затягивать вступление пользователь Crash Channel, отдельное ему спасибо, в конце еще раз скажу спасибо. Историю я изменять не собираюсь, буду вести повествование от лица автора, так же как он обращался ко мне. А если у кого есть вопрос, что это за комментарий такой, то этот комментарий оставленный под видео, инструкция, как покупать на Computer Junior в 2020 году, основные моменты. Поехали! Привет, Денис! Пожалуйста, обрати внимание на мое сообщение, это важно. Сегодня я вернулся с таможни, только что пытался растаможить свои комплектующие, и мне отказали. Я принес на таможне все необходимые документы, выписку из банка, скрины заказов, инвойсы и паспорт, но в объяснении я сдуру написал, что являюсь самозанятым дизайнером. Какая нелепость, правда? И работники таможни сделали мне большое западло. Выдали мне на руки решение о неотнесении товаров к товарам для личного пользования. Никакие уговоры и аргументы не помогли. В итоге я просто не смог растаможить посылку. Пришлось идти на почту и писать отказ в получении. Я очень расстроен и понимаю, что сам немного протупил, и не нужно было писать, что я занимаюсь дизайном. Если бы написал безработный, то проблем бы не было. Но все мои аргументы работницы таможни сказали, что товары прямо связаны с моей деятельностью, и поэтому растамаживать нужно в общем порядке. А это 30% от стоимости всего заказа, плюс 15 тысяч таможенным брокерам. И теперь я попал на стоимость доставки в 150 евро, и теперь еще ждать неизвестно сколько. Расскажи об этом случае своим подписчикам, кому-нибудь это может спасти время и деньги. Далее я попросил пользователя расписать эту историю подробнее. Он ответил мне и расписал историю подробнее. Все начиналось довольно просто. Я решил обновить комп, посчитал заранее стоимость доставки и растаможки, сделал заказ в Computer Universe на 1400 евро. Поскольку я оплачивал частями, так как сразу столько денег не было, получилось две отдельные посылки, которые пришли почти одновременно из-за того, что не все комплектующие были на складе в момент покупки. Пришло все очень быстро, буквально за 5 дней с момента отправления из Германии до почтампта в Краснодарском крае. Сегодня я забрал на почте второе таможенное уведомление. Но в уведомлении стоял штамп о причине отказа в быстрой растаможке, товарной партии, подтверждение стоимости, подтверждение оплаты, назначение товаров и что-то еще. То есть абсолютно все из возможных причин выслать такое уведомление. Я подготовил все необходимые для таможни бумажки, выписку из банка по операциям по этой покупке, скрины заказов Computer Universe, взял паспорт, уведомление и пошел с визитом на таможню. Где очень вежливые дамочки объяснили, что писать. Я написал заявление на имя начальника таможни о проведении проверки моих посылок, а затем объяснительную, в которой подробно указал наименование, количество и общую стоимость всех товаров. Нужно заметить, что все товары были в единичном экземпляре. Это был простой разобранный комп в количестве 1 штука. А провал заключается в следующем. В этой объяснительной есть графа места работы. Так как я работал в такси, а зимой ушел обратно на фриланс, я взял и написал правду. Самозанятый дизайн компьютерной графики. И вот именно эта строчка и была моей роковой ошибкой. Дамочки мило поулыбались и через 5 минут вручили мне 2 бумажки, в которых большими буквами написано следующее. Решение о неотнесении товаров к товарам для личного пользования. А чуть ниже, исходя из, двоеточие, наименование товара. И на этом все. Как я не пытался им объяснить, что покупая компьютер в личное пользование, деньги платила своего кармана, эти тупые козлихи уперлись в то, что эти товары напрямую связаны с моей деятельностью и следовательно однозначно будут использоваться мной в коммерческих целях. Я просто выпал в осадок. Такого западла я совсем не ожидал. Так что совет всем покупателям Computer Universe. Ни в коем случае не указывайте, что вы дизайнер, программист, стример или кто-то еще, кто работает на себя и использует для работы компьютер. Пишите, что вы безработный. Тогда все будет нормально. Возможно, еще сыграло роль наличие именно двух посылок одновременно, так как я краем уха услышал, как они между собой переговаривались, что три не обязательно, две достаточно. Конечно, можно было бы оспорить их решение, писать еще заявление начальнику таможни, искать знакомых, подавать иски в суд, писать жалобы в спорт лото. Но я так охренел от этого пиздеца, что сразу пошел на почту и отказался от получения. В итоге потерял около 140 евро на доставке. Еще не знаю, какую сумму мне вернут и когда это произойдет. На курсах валют тоже потеряю, видимо. Вот такая история. Я был ужасно раздосадован. Теперь предстоит долгий возврат денег и покупка заново. На этот раз, думаю, уже в Российской Федерации. Так как больше такого таможенного издевательства я не перенесу. Уже сидел бы за новым компом сейчас вместо этой нервотрепки. Может быть, где-нибудь в ваших городах таможенники пойдут вам навстречу и посоветуют, что и как правильно написать, чтобы все прошло без проблем. А мне морские таможенницы сделали просто вот такое западло на ровном месте. Печаль. А я только думал, как буду снимать ролик по сборке своего нового компа, в котором буду от души благодарить работников почты за скорость работы, а таможенников за то, что помогли все быстро и без проблем растаможить. Оснований предполагать, что эта история является выдумкой у меня нет. Я считаю, что пользователь Crash Channel все написал абсолютно честно. И более того, после прочтения этого комментария я нашел другие подтверждения его словам в интернете. Но вся история, вообще, в принципе, вся эта ситуация находится только в зачатке становления и дальше будет только хуже. Поэтому, друзья мои, подписчики, зрители, если для вас эта история была новинкой, если вы не знали то, о чем я сейчас рассказал, то, пожалуйста, поставьте лайк. Нам нужно с Crash Channel знать, вообще, такие истории вам заходят либо нет, полезна ли эта информация вам, либо нет. Ну, а если у вас у самих есть какая-то история очень интересная, можете оставлять ее под любым видеороликом в комментарии, либо написать мне в личные сообщения ВКонтакте. Если история честная и нестандартная, то, скорее всего, вероятнее всего, она окажется в одном из следующих видеороликов. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо, что посмотрели. До новых встреч, друзья. Всем пока!